Держинский район развивает органическое земледелие, фермерское хозяйство по разведению коз делает ставку на экопродукцию. Отказались от ГМО, химических удобрений, антибиотиков, увеличилось плодородие почвы, а козье молоко, йогурт и сыр стали более высокого качества. Гарантия трехуровневой сертификации земли, животных и продукции позволяет наращивать и экспорт. Почти половина экоурожая уходит в Россию. В экологическое хозяйство отправилась Юлия Токарь. Каждое утро Дмитрий Крылов проведывает своих подопечных. За рационом и здоровьем каждого козленка фермер следит лично. Разведением занимается уже 15 лет. Показывает, где живут старожилы, отдельно самцы, а тут совсем юный батальон. В этом детском садике козлятам нет и месяца. Здесь их почти сотня. Питание у них разнообразное, трехразовое. Комбикорм, сено, молочко. Как только потеплеет, козлят и переедут на летнюю открытую площадку. Сегодня в хозяйстве 900 белоснежных коз. Заанинская порода – одно из самых продуктивных. За четыре сезона молока получают 236 тонн. В год объемы увеличивают на 20%. Цифры еще на порядок вырастут после модернизации автоматизированного производства. С самыми последними достижениями в области козоводства. Там будет и карусельная дойка, и селекционные ворота. Обслуживать стадо больше тысячи голов будут всего два человека. Индивидуальный докорм животных в зависимости от того, сколько она молока дает. И это все будет автоматизировано. Четыре года назад здесь отказались от ГМО, химических удобрений и антибиотиков. Начали развивать органическое земледелие. Ставку сделали на экологически чистую продукцию. Поэтому и кормы для животных с приставкой био. В данном случае мы видим зерно, которое пророщено в течение 7 дней на гидропонике. Здесь чистая вода и зерно. Если мы простым зерном кормим животных и даем им в виде комбикорма, усваиваемость этого зерна 65-70%. А если мы его прорастили и получили вот такую зеленочку, особенно в весеннее время, это особенно полезно для животных, усваивается 98%. В результате козье молоко, йогурт и сыр стали более высокого качества и с натуральным вкусом. Около 40% экоурожая экспортируют в Россию. Гарантия трехуровневой сертификации земли, животных и продукции. Правда, процесс подтверждения стандарта качества не быстрый. Три года нужно на то, чтобы землю сертифицировать, полгода на то, чтобы сертифицировать животных и ферму, которая производит промежуточный продукт. Ну и производство, переработка, уже конечный продукт, за 1-2 приезда инспектора, если соответствует, то тогда уже сертификат выдаётся. Владислав Ивонина показывает, где и как козье молоко превращается в натуральный сыр. Путь полезного продукта от начала до конца должен соответствовать эко-нормам. Защитный слой препятствует его высыханию, делает более красивый товарный вид. Ну и от всяких, наверное, каких-то плесеней, микроорганизмов, чтобы они не попали на наш сыр и более бы он сохранный. Переход к органическому земледелию – процесс непростой. В сельском хозяйстве этот сегмент только начал развиваться. На очистку почвы и модернизацию производства необходимо не менее трёх лет, после чего урожай фермеров получит наивысший знак качества, а потребитель сможет покупать полезные для здоровья продукты. Юлия Токарев, Виктор Шпак, Новости, Центральный регион.